Сегодня чеченцы и ингуши вспоминают одно из самых трагических событий в своей истории. 73 года назад, 23 февраля 1944 года, началась депортация войнахского народа. Сотни тысяч человек из Чечено-Ингушской автономной республики были выселены в Казахстан и другие страны Центральной Азии. Трагедию войнахов, причины того, как и почему она произошла, мы вспоминаем с нашим гостем, председателем Чечено-Ингушского этнокультурного центра войнах Салманом Героевым, а также поговорим, как сегодня отмечается эта дата и какое значение она имеет для общества. Здравствуйте, Салман Сайдарович. Спасибо, что приняли приглашение в сегодняшней нашей беседе. В такие февральские дни началась депортация войнахов. Скажите, пожалуйста, за что все-таки депортировали ингушей и чеченцев? Вы знаете, в период начала Великой Отечественной войны никто не предполагал, что с чечено-ингушским народом так жестоко и сурово поступит тогдашняя власть. Потому что с первых же дней начала войны мужчины и девушки, многие, все, кто могут держать в руках оружие, ушли защищать родину и храбро сражались, воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. Ну, депортация произошла, вы знаете, по надуманным предлогам, будто бы чеченцы и ингуши или их большая часть способствовала немецко-фашистским захватчикам на территории Чечено-Ингушитии. И в то же время история прекрасно знает о том, что на бывшую территорию Чечено-Ингушской республики вообще не ступала нога немецкого солдата. По этим надуманным предлогам утром 23 февраля 1944 году в 5 часов утра постучали везде во все дома, квартиры и сказали, что мужчины должны быть на площади. Но все предполагали, что будет какой-то митинг, разговор, посвященный Дню Красной Армии 23 февраля. Ну, вообще-то были дома те, кто по состоянию здоровья не были на фронте, это старики, подростки или же инвалиды. Они пошли на этот митинг, думая, что, значит, наверное, разговор пойдет о фронте, как немцы уже отступают, как там кто воюет и так далее, и так далее. Вместо этого, когда люди собрались, им объявили, что чеченцы и ингуши объявлены врагами народов, что вы подлежите депортации, куда даже не сказали. Но это была такая молниеносная новость, которую вообще не ожидали. Потом оказалось, что эти митинги оцеплены, а другая часть воинов, которые были призваны выселять чеченцев и ингушей, они пошли по домам. А дома женщины и старушки дали 15-20 минут на сборы, на студобекеры, и давайте, значит, будем вас выселять. Ну, успели, что прихватить смогли женщины, дети и так далее, и так далее. Да, был определен даже вес тех вещей, продуктов всего, которые должны были, один или два пуда всего весом должны были вот эти вещи. Ну и в тот же день, 23 февраля, в основном, основное население было погружено в скотские вагоны. И вот отправлено в далекие, в неизвестные края. Вот так начиналась вот эта вот депортация. А скажите, пожалуйста, а как встретили ваш народ на казахской земле? Вы знаете, местное население Казахстана и Киргизии, куда должны были прибыть депортированные в войнах, и они были предупреждены, что едут бандиты, едут враги народа, чуть ли не людоеды и так далее, и так далее. Ну и на самом деле, конечно, по форме одежды, по языку не было схожести. Это было такое большое количество кавказцев, которые приехали там по пахах, в черкесках и так далее, в легкой одежде. Для местного населения это было, конечно, как-то странно выглядело. Ну вот погрузили, развезли по колхозам, совхозам, разместили. И когда начали жить, местное население, особенно казахи, увидели, что это такие же люди, совершают намаз, делают уразу и так далее, и так далее. То есть уже они относились к войнахам как к братьям. И вот благодаря тому, что в первую очередь местное казахское население отнеслось к войнахам по-дружески, делились куском хлеба, глотком воды, потеснившись, предоставляли угол своего скромного жилья. Казахи тоже жили так, мужчины были на фронте все. И вот благодаря этому у нас половина нашего населения выжила. Иначе бы вообще-то были сосланы на полное вымирание. И вот я хочу сказать, тут одно народный поэт Ингушетии описывает вот такой эпизод интересный, как казахи относились в то время к войнахам. Вот он пишет так, это Ерихан Гагиев. Я помню Казахстан, я помню свист пурги, И шепот ледяной запомнился враги. Я в школу не хожу, где валенки достать, И печка холодна, украдкой плачет мать. Но помню я еще неделю хлеба нет, И нам кусок муки принес казахсосед. Но помню я еще соседка Джамиля наш старый стылый дом внесла в ведро угля. Я буду помнить век всем бедам вопреки, Тот уголь золотой и тот кулек муки. Вот эту благодарность о том они все помнят и не забывают. И вот я был два года назад приглашен главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым На международную конференцию, Которая проводилась там с повесткой дня «Казахстан, наша вторая родина». Мне там третьему дали слово, Я там в конце сказал примерно так. Вы знаете, это великая степь, сыры, арка. Спасибо тебе за то, что трудные годы репрессий, Сталинских репрессий, Ты не отлучила нас от своей груди, Протянула руку дружбой, Поделилась куском хлеба, И мы никогда не забудем сыновей и дочерей казахского народа, И грядущим поколениям будем наказывать, Чтоб они продолжали эту дружбу. Вы знаете, весь зал встал и минуты три аплодировали. И каждый выступающий начинал свой доклад с того, Как сказал здесь Салман Героев. Мне это было приятно. То, что такое отношение к казахам И такое отношение к нашему Казахстану. И вот благодаря этой помощи Много фактов можно было привести, Когда разыскивали родных в войнахи. И письма им нельзя было самим писать. Все это было под цензурой, спецкомендатурой. И за них эти письма отправляли соседи казахи. Получали письма, И потом как-то они узнавали, Где живут их родственники и так далее. Благодаря вот прежде всего казахскому народу И людям, проживавшим здесь, В то время, когда до нашей депортации, До прибытии, Вот наш народ сохранился. Поэтому я всегда говорю огромное спасибо всем, Кто притянул нам руку дружбы, Кто спас нас в то время. Мы это не забываем. Вы знаете, в знак того, Что мы делаем там общую работу, Которую делают все этнокультурные центры, Мы в знак благодарности казахской земле, Вот три года назад построили мечеть на 440 мест, Здесь, в Агрогоретской, в Астане. Мы благоустроили мусульманское кладбище у нас, Здесь, в молодежном микрорайоне. Потом войнахское кладбище благоустроили, По улице Дрызге памятник поставили. Потом двое наших ребят ингушской национальности, Вот есть село Коелды Савиноградского района, Где-то в 30 километрах отсюда. Вот там их бабушки и дедушки проживали, Когда выслали. Они построили мечеть, Хотя никто там из войнахов сейчас не живет, И казахскому населению подарили в этом селе мечеть. И таких фактов у нас очень много. Мы в этом году первыми, Наш этнокультурный центр провел караван милосердия. И вырученный миллион тенге, Мы подарили больному мальчику казахской национальности. Потом наш ансамбль вместе со мной, Мы поехали в Алма-Ата, Подобное мероприятие провели там. И вырученные несколько сот тысяч тенге, Тоже двум казахским детям подарили. Поэтому вот эта благодарность, За оказанное содействие, Трудные годы репрессии, Мы всегда будем сомневаться. 60 лет назад, в 1957 году, Началась реабилитация народов Северного Кавказа. А как вообще после восстановления Чечено-Ингурской автономии Происходило возвращение народов домой? Вы знаете, реабилитация произошла, Было объявлено, Но сам процесс реабилитации проходил очень трудно. Местное население, В основном казаки, И особенно осетины наши, Они сопротивлялись, Не хотели возвращаться. Потому что в период депортации Все квартиры, дома, Оставшиеся там ковры, Реликвии разные, Они все были похищены, Приватизированы, Украдены и так далее. И поэтому, естественно, Они знали, что по приезду Спросят, а где наш дом, А где наши остатки, То все прочее, прочее. Поэтому очень трудно. Но несмотря на это, Вернулись, Но особенно пострадал ингурский народ. Потому что при восстановлении Чечено-Ингурской республики Один район, пригородный, В котором проживало 49% ингушей До переселения, Оставили за Северной Осетией. Поэтому последствия депортации Они и сейчас имеются. Так, осенью 92-го года Был кровавый конфликт Между осетинским и ингурским народом. И поныне Последствия этого конфликта Тоже являются Замороженным, Таким кровавым комом, Который может в любое время Расставить. Поэтому из имущества Абсолютно ничего не было возвращено. И вот особенно в пригородный район Ингуши хотели поселиться в своих домах. Им не разрешали. А ну они все-таки начали Обустраиваться на краю Сел там, строить домики. И то делали препятствия. Не давали прописку, Не давали выкупать за деньги Те же дома, которые были. Поэтому очень сложно И поныне Последствия депортации Осталось очень много нерешенных. А почему вы не вернулись домой? Ну я не вернулся, Потому что Я прямо скажу, Работая в комсомоле, В партийных органах, Я часто бывал в санаториях хороших. И там встречался с руководителями Бывшей Чеченой Ингушской республики. Они спрашивали, Ты коммунист, образование? Я говорю, да, образование. А жена? Жена, говорю, тоже образование. Закончил в Новосибирский институт. Работает. Она специалист. Вот все. Так зачем же вы там живете? Давай анкеты и прочее, прочее. Вы знаете, Бывая в санатории, Заезжая к родственникам На 2-3 дня, Ну кроме родственников Со мной никто не здоровался. Я никого там не знаю. Идешь по улице Грозного, Никто с тобой не здоровается. А по бывшему Саленограду Я проходил, Мне проходы не давали. О, Салман Сайдарович, О, Саке, Как живется? Вот их обнимали и прочее. Я поэтому Как-то привык здесь. Наверное, и хорошо, Что не переехал, Я остался здесь. Я себя чувствую Вот равноправным, Свободным гражданином Республики Казахстан. Вот казахстанец Ингушского происхождения. Я горжусь этим. Здорово. Этот день, К сожалению, Отнюдь не праздничный, Но скажите, пожалуйста, Как вы его отмечаете? Проводите ли вы Какие-то Поминальные Или траурные мероприятия? Вы знаете, Вот к 70-летию Вот юбилейная дата была Депортация чеченцев Ингушей. Мы на территории нашей мечети Поставили памятник С тремя надписями. Вот посвящается 70-летию Незаконной Насильственной Депортации Войнахов На государственном Нашем казахском языке, На русском И на войнахском языке Поставили. Мы к этому времени, Конечно, Делаем Сага У нас называется. Это делаем мы Сырое мясо 5-7 килограмм Там рис, Сахар, Прочее. Делаем 300 пакетов Для семи семьям, Чтобы знаки Этого раздать. Кроме этого, Наши мечети Совершают намаз В честь погибших, Читают молитвы И обязательно Читают мавлит, Посвященный Нашему пророку Пахмару, Мухаммад Пахмару. Посещаем кладбище, Читают Куран. Давайте вспомним, Как в ваших семьях Передается Из поколения В поколение Память об этой дате И из каких районов Были вывезены Ваши родственники? Вот мои родственники Также, О котором я говорил, Пригородный район, Который Отошел к Осетии Тоже из этого района, Там село Ахкиюрт, Там мы жили. Правда, Я остался С малых лет Без родителей Мать умерла До выселения Отец В пути умер И я воспитывался У дяди Ну там говорят Вот у дяди Там родственники Не так относятся К родным Но я абсолютно Не чувствовал Что ко мне Относятся хуже Чем к своим детям И вот значит Конечно мы Ежегодно И подрастающее поколение Спрашивает А где жили Как жили Почему выслали Мы все это рассказываем Все это рассказываем И наша молодежь Тоже Она посвящена Этому делу Когда мы проводим Пресс-конференции Научно-практические конференции Мы делаем информацию Значит Как воевали чеченцы Ингуши Почему нас выслали Какие у нас традиции Обычай То есть Чтобы сохранять Традиции Обычай Язык Для этого мы много И делаем В нашем этнокультурном центре Вы знаете У нас большой ансамбль Порядка ста человек Он пользуется популярностью В нашей столице И в республике Они часто выступают Мы вот культуру Историю Традиции Обычай Пропагандируем Через наш ансамбль У нас молодежное крыло Есть Порядка 200 человек Мы с ними тоже Старшее поколение Рассказывают О традициях Обычаях У нас есть Такая Национальная идея Сдел Ну наподобие Вот Нашего патриотического Акта Менгелик-ел Вот где сосредоточена История Традиции Обычаи Как жили Прочие Прочие Вот мы тоже Вот это рассказываем Уважение к старшим Уважение к женщинам Значит Дружелюбие Чтобы жить между собой И с соседями Гостеприимство Вот эти все дела Мы рассказываем И подрастающие поколения У нас В курсе дела Так вот Это молодежное крыло Я хочу Там 200 парней Разных национальностей Ну инициаторами Создания Конечно Являлись Ингуши Чеченцы И вот они Кроме этого Занимаются Таким Еще Нездорово У нас Развивающимся Спортом Воркаут Это Силовые упражнения Собственного тела На металлических Снарядах И вот Когда они Проводят Вот эти соревнования Они провели Кстати Чемпионат мира Провели Республиканский Турнир У них Основной Девиз Не кури Не пей Будь сильней И вот Они в виде шоу Это проводят Очень здорово Проходят Мы на берегу Нашей реки Исил И в торговых Центрах Часто проводим Эти дела То есть Я хочу этим Сказать Что у нас Молодежь Не занимается Вот Даже Проводя Шоу Вот Этого Вида Спорта Воркаут Они Значит Против Наркотиков Против Спиртного Против Курения Так что Мы стараемся Чтобы Они Знали Об отношении Прежде всего Казахского Народа Других Народов К нам Трудное Время И чтобы Они тоже Переняли У старшего Поколения Наши традиции Уважительные Отношения Все мы Помним Неудавшийся Проект По созданию Немецкой Автономной Области В 79 Году Когда в то время Местное население Выступило Против Что вы Можете Рассказать Именно Касаемо Межнациональных Отношений Как жилось Советское Время Войнах В Целенограде В советское Время Естественно Мы не могли Для решения Своих Этнокультурных Каких-то Проблем Мы не могли Собираться Оно Преследовалось Мы Не могли Перед Началом Курбайн Или Уроза В печати Появлялись Статьи О вреде Этих И оно Преследовалось Я работаю Секретарем Порткома Большого Партийного Комитета И когда Держал Урозу Бывали Различные Компании Я им Говорил Я употребляю Лекарства Не могу В этом банкете Участвовать Находя Причины Уходил От этого Поэтому Конечно Мы не могли Собираться И какие-то Свои Насущные Проблемы Обсуждать Это все Преследовалось Да и о нас Не писалось Как о чеченцах Ингушах Что мы Присутствуем Работаем И так далее И так далее То есть Вот это Это было Было Под каким-то Запретом Все Это Дело А когда Мы создали Этнокультурный Центр Сейчас Мы Ежемесячно Собираемся Все Насущные Вопросы Обсуждаем У нас построена Мечеть Мы Свободно Молимся Все Это Дело Вместе С казахами И вы знаете Вот О мечети Я пару слов Хочу сказать У нас там Совет Сторещен Который Следит За тем Чтобы Соблюдали Наш Традиционный Ислам Мы Суниты Тоже Чтобы не было Там Вот этих Поворотов В сторону Ваххабизма Экстремизма И так далее И так далее И когда В пятницу Заканчивается Намаз Мне Особенно Приятно У нас Имам Таджик Боту Читает Казах Какие-то Выдержки Из Корана Читает Ингуш И вот Старшие Выстраиваются А молодые Все Проходят И Салам Отдают Это Такая Приемственность Такое Взаимопонимание На основе Нашей Общей Религии Поэтому Естественно Есть коренные Отличия Как Было При советской Власти Сейчас Мы Равноправные Граждане Республики Казахстан Вспомните Пожалуйста 91-й год Образования Республики Казахстан Как независимой Страны Да Я Прекрасно Помню Когда Образовалась Республика Казахстан И объявили О нашей Независимости Мы восторженно Приветствовали Я И сейчас Рад Этому Я Считаю Что Мы Обязаны Прежде всего Прозорливости И Дальновидности Нашего Лидера Нурсултана Абишевича Назарбаева Я Всегда Знаете Меня Смущает У нас же Границы Ощерчены Мы никуда С войной Никуда Не лезем Ни в Грузию Ни в Украину Ни в Сирию Никуда Не лезем И в то же время На днях Я узнаю Кто-то Из Депутатов Государственной Думы От Крыма Сказал Примерно Так Что Русские Живущие В Казахстане Не должны Себя считать Диаспорами То есть Они живут На своей земле Понимаете Меня вот эти факты До глубины Дыши Возмущают Я даже Хочу сказать Наше Министерство Иностранных Дел Тоже Не дало Этому Должной Оценки А Министерство Иностранных Дел Российской Федерации Правительство Никто Не одернул Не сказал Ему Что же Ты делаешь Мы же Суверенные Это же Суверенное Государство У нас С ними Нет никаких Претензий Ни по Границам Ни почему Более того Есть в Министерстве Иностранных Дел Российской Федерации Пресс-секретарь Там такая Дама Захарова У нее Спросили Почему Вот он Так Сказал Она Говорит У нас Свобода Слова А попробуйте Пользуясь Свободом Слова Сказать Крым Не наш Тут Посадят Сразу А здесь Вот Свобода Слова Поэтому Я считаю Что Наши Этнокультурные Объединения И казаков И Ват Русских Они должны На это Обратить Внимание И Сказать Прямо Путину Написать Вот так И так Мы здесь Живем На равных Правах Со всеми Народами Что Мы здесь Граждане Республики Казахстан И не дергайте Нас Оставьте Нас В покое С нашим Идеалем Мы являемся Диаспорами Мы имеем Все права Здесь Меня вот Эти дела Возмущают Вы были Депутатом Верховного Совета Республики Казахстан Можете Рассказать О своей Работе В парламенте Да Конечно Я был Вы знаете Я не стремился Быть Депутатом Мне сказали Что Меня Приглашают В Албаут Столица Тогда Там была Анашултан Абишевич Ну Мы привыкли Приглашают Или вызывают Если что-то Натворил Я думаю Че ж Все нормально Ну Я поехал Оказывается Тогда у нас Избирались Депутаты На общих Основаниях И 42 Человека По президентскому Списку Меня Анашултан Абишевич Пригласил И говорит Вы знаете Что Будут выборы Я говорю Да Анашултан Абишевич Так и так Вот я Составляю Список Своих Депутатов Вот я Вас Хочу Включить В свой Список Кандидатам Депутаты Вам придется Бороться Вот Вот так И так Я сказал Анашултан Абишевич Да мне Не обязательно Быть депутатом Я и так Доволен Работаю Он мне Сказал Это Ладно Я прошу Значит Давайте Включайтесь Ну Включился Я был избран Нас было На одно место Три человека У меня были Конкуренты Заместитель Акимов Области Заместитель Министра Сельского Хозяйства Голосование Проходило По всей области Я выиграл Был депутатом Верховного Совета Я был членом Комитета По конституционному Законодательству И правам Человека Вот Ну и работал я Активно Нормально Работал Ну когда я был Депутатом Началась Чеченская Война Это Декабрь 1994 Мне пришлось По этому вопросу Ездить Ездить Бывать В Киеве На международной Конференции Против этой войны Я был И выступал Против этой войны В Москве В Министерстве По делам Национальности Тогда в России Было такое Министерство Я очень много Статей писал Прекратите Эту войну Я сделал Политическое Заявление В Верховном Совете Взял слово Перед началом Основных вопросов Вначале Говорили О Салман Друзья Ничего не будет Зря ты это делаешь Нет Меня поддержали Многие депутаты Сказали Это же Крупное государство Россия Напала на маленькую Чечню Нельзя же Смотреть Равнодушно Когда 100 человек Избивают Одного Многие выступили И у нас 70 с чем-то Человек В том числе Алжас Амарович Сулейменов Другие Видные Депутаты Подписали Обращение Ко всем Парламентам Главам государства По моей Инициативе Мы везде Разослали В общем Мы делали все Чтобы не было Жертв В этой войне Так что Я будучи депутатом Активно боролся За прекращение Этой войны За оказание Помощи Беженцам Которые Прибывали сюда Обижали От смерти Вот такими делами Я занимался Кроме основной Моей работы В комитете В 95-м году По инициативе Назарбаева Была создана Ассамблея народа Казахстана Можете немного Рассказать о ее Деятельности О конечно Будучи депутатом Верховного совета Я был членом Оргкомитета По созданию Ассамблеи Народов Казахстана Я помню Первый форум Народов Казахстана Осень 92-го года Когда Нурсултан Абишевич Сказал Что Мы Все Казахстанцы Все Мы равны И для нас Войнахов Справедливость И равноправие Это прежде всего Потому что В период царизма В период Коллективизации И вот Выселение Всегда нам Приходилось Обороняться Обороняться Всегда нас Притесняли И вот За годы Независимости Мы в Казахстане Чувствуем себя Нормально Нурсултан Абишевич Тогда Сказал Вот нам Надо Вот такое Совещание Которое Мы провели Этот форум Где присутствуют Представители Всех этносов Казахского народа Нам надо Чтобы такой Университет У нас был На постоянной Основе Чтобы каждый Представитель Этноса Коренного народа Могли Высказать Своё мнение Выступить И чтобы у них Соблюдались Права Всё это дело И вот После этого Значит 1 марта 95-го года Подписан был Указ О создании Ассамблеи Народов Казахстана С тех пор Я постоянно Являюсь Членом Ассамблеи Народов Казахстана Поэтому Конечно Мы Ассамблея Народов Казахстана Под свой Шамирак Взяла Все Этносы Вот Созданные Условия Для того Чтобы Мы Изучали Свою Историю Каждый Этнос Культуру Чтобы Развивали Эту культуру Изучали Язык И кроме Этого Конечно Наша Основная Забота В соответствии Как это Позже Было Отражено Патриотическом Акте Мангеликел Основная Наша Задача Это Продвижение Единой Нации На основе Изучения Государственного Языка На изучение Традиций Обычай Истории Прежде всего Казахского Народа И друг Друга Но мы Стараемся Этим Заниматься Мы ходим В гости В друг Друг На наши Торжества Когда у нас Бывает Торжества Мы все Этнокультурные Центры К себе Приглашаем К ним Ходим Поэтому Ассамблея Народов Казахстана Она играет Очень Большую В роль Вы знаете Это потому Что Мирсултан Абишевич Решил Сам Возглавить Эту Ассамблею Это Придало Авторитет Значимость Я знаю Когда К нам Приезжают Лидеры Других Государств Даже И когда Общаются И говорят Нашему Ассамблею Руководителям Нашей Ассамблеи Конечно У вас Такая Крыша Чего Вам Как У вас Мы Тоже Работали Они К нам Приезжают Для Перенятия Опыта Даже Московском Государственном Университете Имени Ломоносова На Отдельных Факультетах В виде Зачета Изучается Казахстанская Модель Межнационального Согласия Это Большую роль Играет В нашем Государстве Это Благодаря Лидеру Нашей Нации Скажите Пожалуйста Как Удается Казахстанским Чеченцам Ингушам Сохранить Свой Язык Культуру И Можете Немного Тоже В частности О Культурном О деятельности Культурного Центра Война Рассказать Вы Знаете Мы Я Давно Уже Возглавляю Много Лет Возглавляю Мы работаем Близко К научной Работе В этом Центре То есть Мы не просто Там Когда попало Как попало Проводим Мероприятия Мы работаем По определенным Направлениям Это прежде всего Наше участие В общественно Политической Жизни Это научные Практические Конференции Круглые Столы Обсуждение Вот Ныне Вот Обращение Главы Нашего Государства По Распределению Полномочий Между ветвями Власти И вот Послания Сейчас Вот Мы изучаем То есть Вот это Наша Общественно-политическая Деятельность Кроме этого Мы работаем Для того Чтобы изучать Свою культуру Традиции Обычаи Это мы делаем Через наш Ансамбль А для изучения Родного языка У нас создана Этнокультурная школа Вот там Обучаются Дети Чеченцев Ингушей Изучают Свой язык Родной И казахский Язык Изучают Проводят Конкурсы Мероприятия Знакомятся С произведениями Писателей Чеченцев Ингушей Вот это Дело Мы проводим Через наш Этнокультурный Центр Ну молодежное крыло Тоже мы с ними Тоже работаем С подрастающим Поколением Так что У нас На Структуре Работы Нашего Этнокультурного Центра Есть специальное Направление По которому Мы Вот Изучаем Нашу историю Культуру Традиции Обычай Язык Саламан Сидарович Баркал За интересную беседу Желаю вам Крепкого здоровья И мирного неба Над головой Спасибо Спасибо